Ого, где это я? Знакомые пейзажи. Для такого местечка нужно перейдеть за соответствующее. Какое-то странное чувство. Будто я уже был тут. Гэм Мэмори. Карта, пропитанная духом сталкера, имеющая достаточно высокую детализацию, хороший маппинг, дизайн локаций, ну и самое главное, атмосфера. В хорошем смысле слова атмосфера, то есть по-настоящему что-то жуткое. Что ж, все это несомненно хорошо и интересно, но кроме всего этого на карте есть пасхалки, которые дополняют и так атмосферную карту. Ходя по карте, мы можем найти труп, рядом с которым будет радио. Если мы его включим, то услышим странную запись. Субтитры создавал DimaTorzok В доселе не ясно, что тут записано, но у меня было предположение о наличии зашифрованной спектрограммы в этом звуке, но я нашел лишь небольшой звуковой сигнал. Все-таки у меня есть предположение, что тут что-то спрятано, но найти мне это так и не удалось. Найти этот секрет было достаточно сложно. На карте присутствуют вороны, которые просто летают. В общей сумме ворон на карте 7. Если мы высорили в одну из них, то услышим характерный звук. Это не призыв действия в жизни, вся наша студия не поддерживает издевательства над животными. После убийства всех 7 ворон появится надпись. Кукла. После этого на землю с неба упадут изувеченные трупы людей. Что все это значит, неизвестно. В прошлом секрете упоминалась некая кукла. Бородя по карте, мы можем наткнуться на детскую площадку. В песочнице будет лежать кукла. С виду она не представляет интереса, но с ней кое-что связано. Если мы выбросим куклу в мусорку, на экране появится надпись. Он уже давно мертв. После чего с неба упадет еще один труп. Но про кого же шла речь? Гуляя по карте, я почувствовал, будто за мной наблюдают. После я понял почему. На карте есть парочка мест, в которых мы можем увидеть темный силуэт. Пытаясь подойти ближе, он исчезнет, оставив на месте лишь груду костей. Также, недалеко от радио, есть еще одно такое место. Подойдя к нему, мы услышим крик. И он исчезнет. Также оставив лишь груду костей. Но есть еще одно место, где мы можем найти те самые кости. Но силуэта я так и не нашел. Но что же все это значит? На карте много различных звуков. И некоторые из них как будто воспоминания. Например, когда мы подходим к площадке, мы слышим голоса детей. Которых тут не было уже достаточно много лет. В обсуждении карты есть одно достаточно интересное сообщение. Кто-то помнит о своем детстве, своем прошлом. О шершавых обоях прошлой квартиры или о любимой детской площадке. Но я помню о тех, большинство кого даже не знал. Но благодаря которым сейчас все живут в этом мире. О тех, кто был там. На войне. Мой отец был среди них. Делая все во имя родины. И силе того, чтобы вернуться к нам. И вот однажды я спросил маму, что хорошего и светлого нам осталось от него. И в ответ получил. Память. Все это, и название карты в том числе, наталкивает на мысль о том, что главный герой карты, за которого мы играем, приходит в место, где уже давно не был. Он вспоминает о том, как будучи ребенком играл на детской площадке. Может быть это место покинули из-за боевых действий. А возможно это место связано с ЧЗО. И главный герой уроженец Чернобыля, который был тут еще ребенком. А темные силуэты, это призраки погибших людей. Вот такая карта. Хочу продолжить тему с поддержкой авторов карт, поэтому давайте залайкнем карту в стиме и добавим ее в избранное. Чтобы авторы делали больше подобных карт, в которые есть крутые пасхалочки. Надеюсь на вашу поддержку.